Это Chevrolet Niva Special Edition. Он существует в единственном экземпляре. Впервые публике он был представлен в конце августа 2015 года на московском оф-роуд-шоу. Одной из характерных особенностей данного экземпляра является модернизированная подвеска. Клиренс увеличен на 5 см по сравнению с серийной моделью. По словам разработчиков, такой прирост дает возможность эффективнее преодолевать трудные участки бездорожья. Лебедка T-Max усилием 2 тонны. Она интегрирована в силовой каркас автомобиля. Некоторые могут сказать, что все-таки 2 тонны это маловато. И, в общем-то, большинство любителей внедорожья устанавливает лебедки мощностью 4 тонны. Но эта лебедка очень хорошо подходит по габаритам. Она вписалась в этот автомобиль, интегрально смотрится. И она вытягивает в 95% случаев, а те 5%, в которых недостаток сказывается тяги, можно докупить специальный роликовый блок. Это знакомый по Limited Edition шнуркель, который позволяет преодолевать броды до более полуметра. Chevrolet Niva Special Edition получила экспедиционный багажник с 4 светодиодными фарами. Также на нем закреплены якорь для определения тяжелых участков дороги и хайджек. Якорь выглядит вот таким вот образом. Достаточно тяжелой конструкцией, которая забивается в песок, в какие-то другие грунты. И позволяет с помощью лебедки вытягивать автомобиль на дорогу. Каждый год клуб 4х4, любители Нивы, приглашает нас на свой слет, который проходит 12 июня в каких-нибудь красивых местах нашей России. И туда приезжает, как правило, очень много подготовленных самодельно автомобилей для повышения проходимости. Посмотрев на это, мы решили предложить более профессиональный вариант подготовки автомобилей для этих клубов. Что можно сделать, либо своими руками, либо не потратив существенных средств у дилера. Задний бампер автомобиля имеет усиление и тягово-сцепное устройство, которое при необходимости может также служить точкой установки хайджека. Плюс этот автомобиль имеет еще несколько особенностей интересных. Это хайджек, с помощью которого можно поднимать автомобиль во время оффроуда. Усиленные пороги со специальными точками крепления под хайджек. Кроме того, с помощью хайджека можно поднимать автомобиль за колесо. Для этого в комплекте специальное устройство, стропа и металлическая конструкция. Вот такой незамысловатый девайс можно легко закрепить на спице диска колеса и быстро поддомградить внедорожник в полевых условиях. Задняя полка автомобиля оборудована подъемной сеткой для перевозки домашних питомцев. В багажную дверь интегрирован бокс с шанцевым инструментом. Теперь что касается ходовой части. Толстая алюминиевая броня защищает низ автомобиля и трансмиссию. Передаточное соотношение в редукторах мостов изменено с 3,9 на 4,44. 16-дюймовые внедорожные шины Кордиан табуты на знакомые нам легкосплавные черненые диски 7J16H2. В салоне также ряд улучшений. Первое – добротный кожаный руль. Вставки на рычаги элементы интерьера в цвет кузова машины. Прострочка сидений гармонирует по цветовой гамме, а обивка изготовлена методом термотиснения, что повышает ее износостойкость и упрощает чистку после экстремальных поездок на природу. Финальное экстерьерное решение – головные фары с черными рефлекторами. Итак, мы сегодня познакомились с автомобилем Chevrolet Neva Special Edition. Он пока существует, как я говорил, в единственном экземпляре, поэтому, к сожалению, не удалось сесть за его руль, по-настоящему сесть за руль и прокатиться, протестировать его. Он показывает возможности инжиниринга, как можно подготовить автомобиль для более интересной внедорожной езды. С вами был Юрий Ефимов. Всего доброго.